Да, это лайв, прямой эфир. Автор фильмов о допинге Хайо Зеппельд призвал россиян просить о прощении, а не нанимать хакеров. Об этом скандальный журналист заявил во время круглого стола, посвященного допинговой чуме в мировом спорте. Тем временем ВАДА подтвердила подлинность хакерских атак на базы данных агентства. Фэнси Биарс действительно добрались до тайн канадского двора и теперь борцы с допингом спешно латают дыры в защите. В агентстве решили потратиться на лучших мировых экспертов в сфере кибербезопасности и правоохранительных органов. Ну а в свете последних событий ВАДА ожидает новых разоблачающих вбросов. В своих первых публикациях хакерская группа угрожала обнародовать еще больше данных в течение долгого времени. Поэтому, к сожалению, мы должны быть готовы к другим публикациям. Кстати, заклятый друг российского спорта Ричард Макларен решил взяться за старое. Функционер предложил проверить спортсменов из обнародованного хакерами списка. Ведь кто знает, вдруг эти атлеты злоупотребили правом и съели на несколько горстей запрещенных таблеток больше. Ранее хакеры обнародовали третью часть документов, полученных после взлома базы данных Всемирного отидопингового агентства. Оказывается, еще 11 спортсменов из пяти стран имели разрешение ВАДА на применение допинга. Ну а начался скандал, когда Фэнси Бирс рассказали о сёстрах Уильямс, которые с 2010 года использовали запрещенные препараты с разрешения и одобрения ВАДА. Продолжение следует...